Уважаемые жители Востока Украины, я хочу вам в этих немногих словах объяснить то, что там у вас происходит, то, что происходит вокруг вас и в какую игру вы попали. Смотрите, мы же знаем, как там обстоят у вас дела. Есть 3-5% сумасшедших, которые хотят в Россию, где-то 50-60% людей, желавших остаться в свободной Украине, и 20-30% маргиналов, которые не очень любят украинскую культуру, считают, что хохлы это там где-то за Днепром, с их спивучим языком, а вы хотите федерализации, особого статуса русского языка, экономических привилегий и так называемой свободы. Вот в вас-то вся и проблема в этих 20-30% и я в основном к вам и обращаюсь. Смотрите, в чем фишка. Дядя Вова Путин, это такой мужчина, который своровал 140 миллиардов долларов, выстроил, ворал властный вертикаль и ему скучно, ему нечем развлекаться на старости лет. Олимпийские игры уже не тешут, молодая жена тоже неоднозначно все. Ну давай поиграем в войну. Но он забыл, что Россия это не Советский Союз. В свое время американцы, договорившись с Саудовской Аравией, обрушили цены на нефть и газ и завели СССР вместе с войной в Афганистане в очень тяжелый штопор, которым закончилось развалом СССР. Значит, ничего не стоит им сделать это снова. Володя просто до конца не понял, что такое Запад и что такое мир и система отношений в нем. Он думает, что демократия это слабые люди. Он думает, что Запад, Европа, все эти европейские бюрократы, все эти саудовские шейхи это ничто. Что сейчас время сделать хапок, рывок и восстановить Советскую Афганистанцию. На Западе его воспринимают как обезьяну с гранатой. Если Советский Союз не уважали, но боялись, то сейчас Россию никто не боится. Так опасаются гранатами. Обезьяна же может дернуть кольцо. И вот я отдаю вам раскладку по ситуации вокруг Украины. Штаты спят и видят и мечтают о том, чтобы Путин делал дальнейшие глупости в отношении Украины. Объясню почему. Главный геополитический противник, вернее конкурент Соединенных Штатов это объединенная Европа. Ни Россия, ни Китай, ни всякие Индии, ни Бриксы для них не являются конкурентами. Штаты конкурируют с Европой. Штатам нужно держать Европу на коротком поводке. А тут Европа объединена. Огромные доходы. Все в порядке. Россия партнер. Беспокоиться не о чем. И все было бы хорошо. Постепенно принимая много членов, Европа начала потихоньку дарифовать от Соединенных Штатов. И тут россияне делают американцам гигантский подарок. Европейцы уже плохо понимали, зачем им нужна НАТО. Они плохо понимали, зачем им нужны американские войска в Европе. А вот сейчас НАТО ставит вопрос о том, чтобы поднять оборонные расходы с 2% до 5%. Это благодаря вводу Путину, который отнял Крым и мутит у вас там на востоке и вокруг Украины. Штаты снова получили отличный пугач для Европы. Европа снова жмется как сапог у Соединенных Штатов и хочет тратить деньги на оборону. Хочет НАТО перебрасывать войска в Польшу и так далее. Вова сделал отличный подарок. НАТО снова приобрела смысл, снова приобрела смысл американского присмотра за Европой. В Вашингтоне аплодируют. Но им недостаточно. Они хотят втянуть сюда Россию поглубже. И на самом деле Украина сейчас для России, для Соединенных Штатов это то же самое, что Афганистан для Америки, когда сделала ловушку на медведя для Советского Союза. Есть один нюанс. Территория, на которой будет происходить новый Афганистан, это Россия, после которой она развалится, она не поднимется от этого удара. Будет восток Украины. Подумайте, нужно ли оно вам. Следующий момент. Европейцы. Европейцы это организовали Евросоюз. Евросоюз это очень давний исторический смысл. Первая объединенная Европа была еще при Карле Великом, это 9 век наше. И дух этого императора ходит по Европе, он снова хочет собирать все эти земли. И Европа делает множество ошибок, но тем не менее она объединена, она занимается экспансией. И смысл Евросоюза в постоянном превращении территорий. Поэтому постоянно речь идет о Грузии, о Турции, о Молдове и так далее. Вот Европа решила принять к себе Украину. Она долго вырабатывала эту позицию. В 2010 году все это было сорвано, нас не приняли в НАТО. Россия постаралась, нажала на Францию и Германию, но 2010 год давно остался позади. Сейчас 2014 и Франция, и Германия, которые были основными союзниками России в Европе, сейчас занимают четко антироссийскую позицию, участвуют в санкциях. И всячески снижают барьер для украинцев в Европе. То есть в течение года мы интегрируемся в Европу. Политическая часть соглашения подписана. Три дня уже снята таможенные барьеры на украинские товары, пошли на 1 ноября. Обещают безвизовый режим. И мы постепенно трифуем в Европу. Вопрос, где вы будете, когда мы перейдем в Европу. В Европе масса проблем. Но они привыкли их решать по-европейски. В России тоже умеет решать проблемы. Товарищ Сталин порешал очень много проблем. Сделал действительно индустриализацию, поднял Донбасс и так далее, и так далее. Угробив на это от 20 до 30 миллионов наших с вами дедов и бабушек. А Европа умеет решать эти проблемы аккуратно, не принося такие жертвы. Но Европа будет перетягивать Украину, Штаты будут затягивать Россию на Восток. Восток станет полем боя. На одной из наших прогностических игр парень играл за весь Восток. А он сам из Стаханова. Вот был момент, когда он впал в такое медитативное состояние, трансовое. Потом вышел оттуда и сказал, я видел Донбасс в выжженной пустыне. Донбасс и Сталин в выжженной пустыне. И вот эти аббратисты, все эти придурки, дегенераты типа Струкова, которые радостно там воюют в свои реконструкторские игры за ваш счет, сделают из вас серую зону. Такое, как в Сталкере. Это даже будет не Приднестровье, и даже не Чечня, а не Нагорный Карабах. Это будет зона, где сражаются наемники с обеих сторон, где спецназы и разведки оттачивают свои профессиональные навыки. Что думаете, Украина отойдет, оставить Донбасс и Луганск, и так просто все прекратится? То так вам пойдет правый сектор. Пойдут националисты всех мастей, пойдут наемники тренироваться с разных сторон. То же самое будет этот вал идти с Востока. Воевать они будут на ваших улицах. Они будут делать огневые позиции в ваших домах. Вы будете жертвами. В любом военном конфликте основными жертвами является так называемое невинное гражданское население. Поэтому вы, 20-30%, которые очень хотят особого статуса Донбасса, подумайте о питательной среде, для кого вы служите. На ваших непониманиях ситуаций, на нежелании брать на себя ответственность, на инфантилизме и желании сильной руки, и строится как раз вся эта ситуация. Все эти гирковые, стрелковые и прочее растут на вашей. Все эти ахметовые, таруты и прочее, они играют, как дрожжи растут. Все их интересы растут на вашей территории. Гражданская война, которая сейчас идет в Украине, гражданская война – это всегда война прошлого и будущего. Подумайте о будущем, в которое вы идете. Будущее Донбасса, Трояка и Луганска – это либо вы в составе единой Украины, которая сама ищет свое будущее. Она может быть сильной страной, которая независима, она может быть членом Евросоюза и прочих международных образований. Но в любом случае она не будет никогда больше уже в составе России или в союзе с Россией. Мы не простим Россию никогда ни Небесную Сотню, ни Майдан, ни Януковича, ни отъем Крыма, ни шашни на Донбассе. И любой политик, который будет пытаться заигрывать с Россией, будет немедленно снесен украинским народом. Это обещаю я вам, я, русскоязычный гражданин Украины, который специально все время говорит на русском языке, чтобы вы понимали, что мы с вами спорительные люди. Я же вам не страшный бандарец из Львова, правильно? Так вот, 25 числа мы выбираем президента. Это, по сути, будет за всю историю через неделю. Будет первый независимый президент Украины, настоящий президент Украины. Все, что было до этого, это шуша, это ошметки Советского Союза. Он может быть полным мудаком, этот президент. Он может никого не устраивать, но это будет первый независимый президент. Вы должны сделать свой выбор 25 числа. Если вы не приходите на избирательные участки и не голосуете, вы идете в то будущее, которое отдельно от Украины, и Россия вас не возьмет. Если будет эскалация боевых действий, а она подогревается именно вашей инфантильностью, нежеланием брать ситуацию в свои руки и действовать ответственно, то Россия так или иначе ведет сюда войска. Это будет ваша Луганская и Донецкая области, там на территории бойни. Там будут боевые действия, тысячи, сотни, тысячи погибших. Россия вас не примет. У России начнутся грандиозные проблемы после пересечения украинской границы или при попытке помешать выборам. И когда Саудов, старая вместе со Штатами, подкрутят вентиль, а Европа введет персональные санкции, россиянам станет очень плохо скверно с экономикой. И не думайте, что они вас будут содержать и активно принимать в состав России. Вы будете серой буферной зоной между Украиной, которая идет в Европу и НАТО, или является самостоятельной страной. И между Россией, которая бы нафиг не нужна, у которой масса своих экономических проблем. Потому что Россия чрезвычайно уязвима. Ее можно поджечь через Дальний Восток, через Среднюю Азию и тысячу других способов. Оно вам нужно вблизи в район. Я вам сейчас скажу самое главное вещь. Абсолютно неважно, какие планы на вас в Киеве, какие планы на вас в Москве, какие планы на вас в Вашингтоне, какие планы на вас в Брюсселе и какие планы на вас в Риаде. Сейчас наступило золотое время, и Майдан это доказал, когда все, ваше будущее зависит только от вас. Думаю, что вам надо браться за ум, прекращать поддерживать сепаратистов, вот этим 20-30%, четко выбирать сторону, на которую вы играете. Я думаю, это должна быть Украина. Потому что мне хочется видеть вас в составе Украины, мне хочется вместе с вами решать наши общие проблемы, сколько бы их ни было. Мне хочется, чтобы вы спокойно ездили в Европу, ваши дети могли поступать в европейские университеты, и вы получали достойную зарплату. Они были серой зоной, на территории которых сражаются авантюристы всех мастей. За ваш счет. И надо начинать помогать украинским войскам, украинским спецслужбам, создавать отряды самообороны, уничтожать сепаратистов, демонстрировать гражданскую солидарность и обязательно прийти 25-го числа, проголосовать за первого независимого президента Украины. Не важно, кто он будет, вы можете выбрать кого угодно. Сам факт явки на выборы определит ваше будущее, будущее ваших детей и внуков на десятки лет вперед. Не будьте глупцами, не позволяйте играть вами как мячами ни Вашингтону, ни Брюсселю, ни Москве, ни Киеву, ни мне, никому. Сами определяйте свою судьбу. Я просто вам разложу на склады, чтобы вы понимали, какая у вас перспектива. Вы сейчас выбираете свое будущее. КПД нашего государства, как любого государства, где-то полтора процента. И это очень слабая сила, это очень такая вот медленная кривая коса. Это очень многое зависит от вас, зависит от того, в какую вы собираете игру. Так вот, я вам рекомендую собирать в игру, в которой вы будете в будущем Украины. А когда мы отобьемся, когда мы загоним медведя назад, мы спокойно поговорим о федерализации, о статусе языка. И в семье нормальной, европейской, мы разберемся, на каком языке нам говорить. В Швейцарии четыре языка, никто от этого не страдает. У нас будет восемь языков, если понадобится, двадцать пять языков. Не важно. Важно, что мы будем вместе идти в светлое будущее, а не в будущее серой выжженной зоны, которую вы себе рисуете своими действиями. Беритесь за ум и определяйте свое будущее.